Жилища муравьев-листорезов могут достигать 5 метров в глубину и ширины в 7. Муравьи строят в гнезде сотни туннелей и помещений, выкапывают и выносят наружу порядка 40 тонн земли. Архитектура гнезда также является чудом творения. Муравьи срезают листья деревьев не для питания. Нет, они питаются только особым видом грибов. Тогда для чего же нужны муравьям эти листья? Ответ впечатляет. Эти листья нужны муравьям в качестве сырья для земледелия. Они используют их для выращивания грибов. Внутри их жилищ созданы сотни грибных плантаций. Вот сейчас перед вами одна из таких плантаций. Муравьи поддерживают на плантации необходимую для выращивания грибов температуру и влажность. Так же, как и люди, они создают теплицы, чтобы заниматься земледелием круглый год. Рабочие муравьи передают срезанные листья своим братьям, работающим на грибных плантациях. Но все не так просто. Муравей, получивший лист, перед тем, как приступить к своим обязанностям, тщательно дезинфицирует его. Тому есть веская причина. Попадание посторонней бактерии в гнездо может принести множество бед. Прежде всего, несет опасность возникновения эпидемии в колонии, где живут около 500 тысяч муравьев. Но и это было предусмотрено их творением. Аллах наделил их специальной системой, защищающей муравьев от этой опасности. Организм каждого муравья выделяет особое вещество, имеющее свойство антибиотика. Наблюдаемый вами муравей дезинфицирует слюной поверхность листа. По окончании этой процедуры на листе не останется ни одной опасной бактерии. Люди, так же как и муравьи, борются с вредоносными бактериями. Для этого в суперсовременных лабораториях изобретаются различные антибиотики. Тогда как антибиотики, производимые муравьями, значительно эффективнее человеческих. Вот уже миллионы лет муравьи-листорезы используют это вещество. Естественно, что эти маленькие насекомые и не ведают о существовании бактерий и препятствующих их появлению антибиотиков. Однако благодаря особой системе, сотворенной Аллахом, ни одна вредная бактерия не может проникнуть ни в среду обитания муравьев, ни в их организм. После завершения процесса дезинфекции, муравьи начинают вместе дробить листья. После процесса дробления, в дело вступают самые маленькие муравьи. Рост этих муравьев составляет всего 2 миллиметра, то есть не больше песчинки. И всю свою жизнь они проводят в крохотных помещениях под землей. Хорошо размолов кусочки листьев, они превращают их в кашицу и равномерно раскладывают ее по всей плантации. Затем из этой кашицы заквашивают грибы. Через сутки пропадает зеленый цвет листа. Еще через день поверхность кашицы из листа уже покрывается разрастающимся белоснежным грибным слоем. Вот, наконец, получена любимая пища муравьев. И сразу же начинается сбор урожая. Муравьи, работающие на сборе грибов, думают не столько о себе, сколько прежде всего о своих братьях. Сорванные грибы несут из амбара рабочим муравьям. Таким образом, муравьи-кормильцы угощают муравьев-тружеников, работающих на других участках, питательным составом, полученным из грибов. В завершении столь трудоемкого процесса всем муравьям, от листорезов до работающих на плантациях, выдаются необходимые продукты питания. 500 тысяч муравьев в атмосфере полной гармонии и взаимопонимания, 365 дней в году и 24 часа в сутки беспрерывно работают и производят грибы. После сбора всех грибов остаются отходы листьев, которые необходимо убрать с плантации. И рабочие, по одному перетаскивая каждый кусочек кашицы, полностью очищают производственные помещения. Отходы сбрасываются на пустую территорию вдали от муравейника. Эти трудолюбивые насекомые не ведают таких понятий, как усталость, отдых или жалобы. В колонии муравьев есть и те, кто выполняет другие обязанности. Например, гнездо защищают сильные, храбрые и преданные муравьи-воины. Воины выбегают из муравейника даже при звуке шагов приближающегося человека. Эти рослые, как на подбор воины, в 300 раз тяжелее других муравьев колонии. Они нападают на любой чужеродный объект вокруг муравейника. Они умудряются укусить пуфли и даже носки приближающегося к гнезду человека. Если однажды их клещи вопьются в чужеродное живое существо, то смертельная хватка уже никогда не отпустит непрошенного гостя. Они не разожмут клещи, даже если будут тяжело ранены и готовы отдать жизнь за своих братьев. Несомненно, это пример истинного самопожертвования. Самыми заклятыми врагами муравьев-листорезов являются осы. Муравей, благодаря сильным клещам, может успешно противостоять осе. Однако муравьи оказываются беззащитными в момент внезапного нападения, ибо клещи их заняты перетаскиванием листа. Тогда как же обеспечивается безопасность муравья во время работы? Ответ на этот вопрос еще раз поражает сплоченностью муравьиного семейства. Рассмотрим поближе муравья несущего листа. Обратите внимание, на каждом листе сидит по одному рабочему муравью. Так вот, обязанность этих муравьев – защита своих братьев от возможной агрессии с воздуха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok